Везу мужчине, который поедет в Москву лекарства на лифте. Тут у нас рецепт, чеки, в общем, всё-всё-всё. Это моя подруга просила. Эджизанная называется аптека. По-турецки. Сейчас отдам ему, и он 24-го повезёт. Всем доброе утро. Доброе утро, Алексей. Нас разбудил молочник, принёс дама, милквумен, молочница. Принесли нам молоко. Умный Алексей тут, доктор Алексей. У нас есть доктор Эра, а теперь доктор Алексей. Принесли нам молоко, яйца фермерские, классные, свежие, суперские. Кстати, враньеза была не врага, не врага. Сейчас Алексей нам сделает яичницу, а я заквашу йогурт. Последний раз я немножко нарушила технологию приготовления йогурта. Он у меня перекис. Мы его съесть-то съели весь, но уже на закваску я бы ему не хотела дальше использовать. Попросила у подружки ещё закваску. В общем, она сейчас мне даст йогурт. Миша пошёл. Такие у нас дела. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. О, смотрите, как он у нас ушёл. Сейчас маме на этой заколке. Погода у нас отличная. Что-то у нас вторая волна лета началась. Видите, как широко окна раскрываем теперь. Жара, жара невыносимая. Всем желаем отличного настроения, такого же хорошего солнечного дня. Вот, море у нас сегодня сливается с небушком немножко. Не такое яркое. Оно всегда разное. Оно всегда такое классное всё равно. И помыкать нету, да, никакого ветерка? Да, ветерка нету, а мне на море нельзя. Я говорю, у меня так сильно болит рука. Алексей шутит и говорит, это чип приживается. Нам приятного аппетита. Посмотрите, какое в последнее время яичницу делает Алексей. Даже не горелое. Ну-ка я посмотрю дно. Вау, ничего себе. Как так? Обычно мы такие между коричневым и чёрным угольки кушаем. А тут такая красота, вкуснота. Молодец, научился. Умка. Нам приятного аппетита. У нас хлеб, сыр, помидоры. Молоко, ты уверен, что хочешь налить себе чашку. А ты в итоге какое молоко использовал на яичницу? Я никакое молоко не использую. Без совсем молока? Без совсем молока. Я совсем, совсем без молока. Нам приятного аппетита. Все, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. А давайте без кое-какова. Не хочешь? Проблема, как у Оляга. Мы снова собраны. И мы снова с нашими друзьями. Но теперь уже на рынок. Алексей идёт со мной, потому что у меня болит рука. Вот, всё, мы погнали. Пойдёмте вместе. Мы с друзьями приехали на рынок. Что-то они там спорят. Что-то о чём-то говорят. Нам этого не понять. А, я поняла. Как начнут рыгаться, сразу буду камеру брать. Точно. Здесь тоже, смотри, апельсины у нас тут работает. В городе. Сейчас посмотрим, что продают в сентябре и по каким ценам. Накупили крышек, 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 крышки. Печи передерим. Крышки стоят 50 куруш за одну крышку. 3 кило на 10 лир, картошка, штанишки, шманишки. Сейчас посмотрим. Финики 15 лир, помидоры бесценные. Я такое не люблю. Ой, корнишончики какие красивые, смотри. Какие-то они жёлтые, я такое тоже не люблю. Зелёные любят. Прямо наброшиваюсь в этот. Закрывать. Закрывать? Лохана тонесы 10 лир. Вот такая огромная лохана. По-моему тонес. Это что, дорт лира? Давай морковку возьмём хорошую. Короче, мы так сейчас на клубничку навалились. Купили две коробки на 100 с лишним лир. Ох, какой виноград. Но нет, остатки. Да, виноград хороший. Вот такой вот, белый, по 9. Пойдём глянем, всё сможет её в большем количестве. Бажа, бани. Ну да, не забывай. Тоже 10. Да? Ну, видишь, у них по 18. Ага. А он там сзади берёт, здесь подаёт. Да, да. По 12.50, зато у него инжир весит. Да, да, и без чекар. 50-ки уже. А, по 10. А, по 10. Мёд, мёд, смотри, мёд. Тут видно этот. Накачали, мёд у многих появился. Инжирки. Редиска опять появилась. Была сначала редиска полно, а потом, куда ты делаешь, и опять вернулась. И белая, и нормальная вот всё. Редиска не будет? Редиска? Ага. Не знаю, ты хочешь редиску? Просто спросил. Перцы, 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 всякие перцы. Арахис вот, не колотый, над самому ковырять. Слива. О, опять эти появились. Что-то не было их давно здесь, этих. Да. Оливчиков. Сейчас опять вернулись. Рыбёху продают. Они здесь сидят, по-моему, даже чистят тоже, на коленке. Не жир, что? Это такой красивенький, а тут у ванной. Ага. А вот в вареньях продаются банку, по двадцатке они продают. Что тут ещё есть? А это салат, да? Это не пекинка? Не-не. Это весь салат. А тебе какой-то стоял, дома лежал салат, ты его потратила, да? Как так? А у нас дома такой есть. Если его ещё не пора, муха. Зеленуха, зеленуха, зеленуха. Столько кинзы, это пошло мяту. А у меня кинаты. Кинаты, укропы. Что-то кинеты, лохана есть. Ладно, пришли уже к клубнике, где мы покупали её. Сейчас по 15 они продают её, но мы купили её, поторговались по 13. Орехи, опять вареньки. Пойдём дальше. Становился поснимать немного. Полно вот этих вот маслин. По игру, оливок. Всяких по 9, по 12, по 7, по 10 лир, по кило. И что-то с ними делают. По ощущениям не похоже, чтобы из них масло давили. Просто что-то там прогоняют. Не знаю, зачем это. Если кто знает, подскажите, расскажите, нам очень интересно. Как вам размер капусточки? Посмотрите, вот моя ладонь. Вот капуста. Продают по 10 лир штука. Штука по 10 лир. Целый камаз капусты. Камаз, не подлечёв. Сезон оливок пошёл. Оливки продают по 8 лир за килограмм. 8, а там было и 7, и 9, и 10 лир. Вот тоже немаленькая капусточка. Помидоры подорожали. Стали по 3 лиры. Были весь сезон 2,5 лиры. Круглые, это эти, сливки продают по 3 лиры, круглые продают по 5 лир. Огромное количество болгарского перца. Изюм мы купили по 7 лир. Сливы по 3 килограмма на 10. Вот здесь, посмотрите, клубничный рай. Мы купили 2 коробки со скидкой по 13 лир. Как вам в конце сентября видеть свежую клубничку? Каково? А? Алексей? И темные, и в перемешку с зелеными, да. Одежду продают. Есть? А? Есть. Нужны? Да. Зачем? Они-то нам пошли. И что ты хочешь, что, в упаковку? Нет, узнаю, как они продают. Они такие толстые. Они шелковые, что ли? Нека, да? Танэ и кибучик. Танэ и кибучик. 2,5 лиры, одна штучка. Заехали с друзьями на заправку. Мы хотели им заправить машину, а они нет, 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 нет. Здесь не принимают карты, здесь не принимают наличные. Ну, блин, я Леша говорю, мы столько по странам поездили. Мы что, говорю, не знаем, как заправляются, что ли? А у них какая-то фигня. Где она? Сейчас я покажу. Вот такая. Вот такая какая-то фигня. Шеловская. Леша говорит, что потом в личном кабинете спишут деньги, а друг наш пополнит, соответственно, со своей кредитной карты. Но я ему говорю, нет, вон он стоит наружу. Вон он стоит. Вот его майка видна. И я говорю, что нет. Он сейчас, когда заполнит, скажет сумму, и он пойдет и оплатит туда внутрь. Но Лешка говорит, что нет. Так, что-то он взял. А, чек взял. Видите, прям новый микро. Вообще не похоже на микро. Вообще не похоже на микро. Чек взял. Ага, чек сюда кладет. Чек? 100 с чем-то лир. 100 с чем-то лир? 100 с чем-то лир. Ага. Так, а потом он это. 51 литра. 51,5. 7,5, 7,5. 7,45 литра. 10 с чем-то. И учусь? 64. 384. 384. И no card. No card, nothing. No cash, no money. 384. Запомненная. Короче, одна большая полная заправка у него на 400 литров. На 400 этот. Лир. Белт. Есть. Что такое белт? Время. Зернот панкерси. А я что-то без белта езжу. Ты что, это же этот. Нельзя. Ой, ой. Этот. Куда? Я ехал дремью, ага. Я ехал дремью, ага. Я ехал дремью, ага. Я ехал дремью. Махин, я ехал дремью. Я ехал дремью. Да. Смотри. Вот этот человек вот так рыгается. Молодцы. Да-да. Вот. Жена его постоянно дергивает, говорит, видео Ольга снимает. А он, читая, рыгается. Мавитона. Мавитона. Голубой тунец. Это самое. Все равно потом зарплату получим, надо будет за полный бак. Ну, в общем, мы уже тут накупили. Дома покажем, что. Вот я еду вот так, как привыкла всегда ездить. Положение моих ног. Два ясика клубники у меня под ногами. Олегу купили. Едем сейчас еще в одно место по делам, а потом уже домой поедем. Такие у нас дела. В общем, мы с друзьями приехали домой. Весь лифт заполнен продуктами. Их уже завезли. Теперь сами приехали домой. Дети вон двери открывают. Олегу клубники два ящика купили. И вот еще продукты. У порога свечет пакет. Нас опять кормят. Угощают, да. Виноград. Ну, попроще, чем на рынке продают. Но видно, что они где-то в горах, у них есть участок. Не давай, звони давай. А я что сделала? Миша, ты уже тренеру, господи, как он. Учителю звонит. Они еще не закончили таскать, Леш. Алексея наши другие соседи турецкие угостили вчера яблочками, виноградиком. В общем, в их тарелку мы теперь положили овощи гриль, курочку, соленье немножко. Угощаем теперь других тоже соседей. А наши... Go! Let's go! Как курица по-турецки? Тавук. А наши дорогие и любимые друзья привезли нам, посмотрите, 10 бутылок раки. Здесь баночки челек. Чевис. Чевис. Короче, это баночки варенькивые. Чевис это этот. А, челек тут тоже есть. Чевис это этот. Как называется? Орехи. Челек есть. Челек. Вот. Вареньки. Различные здесь ликеры. Ликеры различные. И 10 бутылок раки. Это, наверное, из всей посылки самая драгоценная. Вот. Но потихоньку будем потом открывать, кушать. И вам тоже показывать. Здесь написано, да? Смотри. Челек. Миша, иди занимайся математикой. Челек. Это вишневое варенье. Челек это вообще-то клубника. Клубничная. Челек. Турунджу написано. Турунджу это апельсины. Вау, ничего себе. Прям там такие апельсинчики. Прям такие дольки, да, апельсиновые. Так, челек. Челек это орехи. А, с орехом. Да. С грецким орехом. Да. Ну-ка, что там прям кругляши вот эти. Да, не целиковые. Там зеленые, холубки что-то, да, круглые. Да, да, да. Челек это еще одна баночка. Это две маленькие. И одна должна была быть большая. Дух. Дуд. Дуд. А, Хартут. Это этот. Тутовник. Шелковица. Шелковица, да. Висня. Кстати, а висня. Мы вчера говорили, весня. Вишня, вишня. Вишня, вишня. Зимняя вишня. Все? И Турунджу сказал. А вот это не подписано. А вот это кетик. Кетик? Я так думаю. Да. Кетик в масле. Кетик с олив ойл. Я не знаю, куда это использовать. Что сделал? Нет. Я не знаю, куда это использовать, но пусть будет. Спроси, куда использовать. Прямо, что пойдешь возьми с собой. Зачем с собой? Так, спрошу. Вот, смотри, ликер. Давай посмотрим. Это для разновидности ликера. Дув. А, подписано. А, тут еще где-то должно быть нарсер, часы. Там теретесы. Короче, всякие там теретесы. Короче, гранатовый соус где-то здесь еще должен быть. Тут уже запаковали прям хорошо, да? Все написано? Мерсин. 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 А, это ликер, наверное, какой-то из разновидностей. Ну, в общем, куча напитков, несколько баночек варенья. Вот такой заказ мы совершили. На какую сумму, мы пока не знаем. Сюрприз будет. Вишня. Вишневый. Вишневый ликер, да. Вот. Теперь нам на всю зиму хватит, я думаю, да, Лешка? Ну, да. Не так часто мы пьем, но если пьем, то редко, но метко, да? Ты счастлив? Покажи, как ты счастлив. Варенье будем пробовать? Варенье будем пробовать? Нет. Пойдем давай уберем со стола и пойдем к друзьям. Идите в Ордемли, а мы останемся съемку делать. Окейно? Давай, гоу-гоу. Всем привет. Привет. Тут прячется наш друг. Привет. Привет. Привет, привет. Привет, привет. Мы собрались в Ордемли, получили зарплату, пойдем денежку снимать. Тратить. Тратить? Хорошо. Почему нет? Ну, нет так нет. Наш друг говорит, давайте в Зираате попробуем. Скорее всего, комиссии не будет. Ну, сейчас попробуем. В общем, мы сейчас зашли в банкомат Зират. И если с русской карты сунуться в Зират Банк, то 6% комиссия. Так что, друзья мои, если у вас карта Тинькофф, то кроме как проверенного малоешками Халкбанка, порекомендовать другого ничего не можем. Халкбанк есть в принципе везде, мы были в Мизитли, там тоже есть Халкбанк, пожалуйста. И максимальная сумма для снятия единоразово. Ну, в смысле, вот за одну операцию вы можете максимально снять не более 3000 лир. Комиссия 0 от 100 долларов. В общем, мы получаем 13000 лир, мы получаем 15 тысяч лир. 1 день? 1 день, да. Really? Really? Когда мы берем деньги, чтобы купить флэп, мы нуждаемся на 5 бенлира. 5 штаны операции, нет проблем. Вот, короче, Халкбанк проверенный, 15 тысяч лир мы там тоже снимали, просто нужно 5 операций совершить по 3 тысячи лир. Если нужна большая сумма, то по 3 тысячи лир несколько раз снимайте до тех пор, пока вы не достигнете нужной вам суммы. Такие вот дела. Лешка, еще прости, Алексей засунул вот сюда карту, сейчас введет пин-код. Нет, он спрашивает, английский или турецкий? А, он спрашивает английский или турецкий, нам английский ближе, теперь он вводит пин-код. А так все равно не видно. Это не показывает, да, все равно. Ну тогда что ты боишься? Пин-код вводишь, пароль. Да, меня чей-нибудь местами, отсвечивает мне все. Так еще хуже стало, по-моему. Да. Тут выбора нет, только одна кнопка, кредит-карт. Кредит-карт. Здесь пишите сумму. Вводите? No. Continue. Yes. Continue, yes. Continue, continue, yes. Continue, continue, yes. Да, да, да. Continue это дальше. Continue, go, go, go. Go, 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 наш турецкий друг подсказывает. Go, go, go. Карту выдают, деньги выдают, чек выдают. Деньги обязательно пересчитываем. 1400. 1500. Ты сколько вбил? Три вбил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Две тысячи. Считать не умеет. Не имею никого по-другому. Показываю еще раз. Может быть качество будет получше. English. Выбираем английский. Вводим пин-код. Вводим пин-код. Вводим пин-код. Кредит-карт. Вводим сумму, не больше трех тысяч лир. Не больше трех тысяч лир. Продолжить. 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 Yes. Идет процесс. Сейчас выдадут деньги. Чек. Деньги пересчитываем сразу на месте. Чтобы камера видела, что мы пересчитали деньги, не отходя от банкомата. 14. 2 800. 900. 500. Yes. Олег? Не Олег? А, да.